Добрый день дорогие друзья в эфире телешоу телеактивно и с вами мы Лена Андреева и Ларина Сукуева. Наше телешоу телеактивно это игра для общения, здесь мы используем слова, мимику, а также рисуем. И все это вместе развивает наши коммуникативные навыки и работать в команде. А еще это очень веселая и азартная игра. Мы рады представить вам наших участников и сегодня это медики, сотрудники Якутской республиканской клинической больницы. Итак, прошу приветствовать врача-терапевта Каролину Бурлаку и врачей-кардиологов Амгалину Кузнецову и Викторию Алексееву. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте, здравствуйте. Мы очень рады вас видеть в нашей студии. Скажите, пожалуйста, как вы назвали свою команду и может быть у вас есть девиз? Наша команда «Эндорфин». Наш девиз «Эндорфин у нас крови, попробуй нас останови». Ой, как здорово. Эндорфин. Давайте напомним нашим телезрителям, что за эндорфин такой, что за гормон. Ну это гормон счастья. Правильно, абсолютно уместно для нашей игры. Врач-терапевт Якутской республиканской клинической больницы Каролина Бурлаку все свое свободное время уделяет семье, детям и мужу. Вместе с ними устраивает вылазки на природу, обязательно с активными играми и шашлыками. Не против спонтанных встреч с друзьями. Амгалена Кузнецова – врач-кардиолог, поэтому большую часть времени проводит на работе. А если свободная минутка все же выкраивается, Амгалена спешит на волейбольную площадку, а отпуск всегда проводит в путешествиях. Виктория Алексеева – тоже сердечных дел доктор. И также, как и подруги, обожает проводить свой досуг активно, а в частности рыбачить. Не понаслышке знает, что такое зимняя подлёдка, а летом с нетерпением вместе с семьёй ставит сети и рыбачит со спиннингом. Также давайте поприветствуем врача-инфекциониста Александра Ефимова, врачей-терапевтов Марию Мандрову и Екатерину Татаринову. Здравствуйте, друзья! Очень рада вас видеть. Скажите, как вы назвали свою команду? И, может быть, у вас есть девиз? Так, нашу команду зовут Вита. Наш девиз – забота о близких ваших руках, здоровье наших силах. Здорово. Почему Вита? Вита на латинском переводе означает «жизнь». И, ну, как бы, соответственно, и назвали, что Вита. Сразу видно, что у нас сегодня играют медики – эндорфин и Вита. Врач-инфекционист Александр Ефимов признаётся, что жизнь медика всегда занята работой. Свободного времени почти не остаётся. А что остаётся – Александр старается проводить приятно и с пользой. И, конечно же, с семьёй. А ещё он велосипедист со стажем и каждый год с нетерпением ждёт начало велосезона. И Александр играет на гитаре. Врач-терапевт приёмно-диагностического отделения клинической больницы Мария Мандрова напоминает, что в здоровом теле здоровый дух. Поэтому строго и дисциплинированно посещает спортзал и занимается бегом. А недавно для себя открыла новое увлечение – скраббукинг. Напомним, это вид рукоделия, в котором из бумаги и картона можно создать альбом, открытку или треллбук. Екатерина Татаринова с детства увлечена танцами и занимается ими по сей день. Ещё наша героиня – нередкая гостья в тренажёрном зале. И если она не танцует или не занимается спортом, то встречается с друзьями, любит ходить в кино и играть в настольные игры. Прежде чем приступить к игре, мы должны решить, какая команда начинает первый ход, но первым всегда начинает команда красный. Для этого каждой команде будут заданы по три вопроса из школьной программы. И если так получится, что каждая команда заработает одинаковое количество очков, то в этом случае капитаны будут вынуждены кинуть наш кубик. И у кого цифра будет старше, тот, собственно, и начинает основную игру первым. А вопросы задают учителя средней школы номер 29 города Якутска. Девушки, вопросы из школьной программы звучат вначале для вас. Внимание на экран. В этом году наша республика празднует свой 100-летний юбилей. Но знаменитые русские писатели не раз обращались к теме Якутии. О ней писали, например, Михаил Васильевич Ломоносов, Кондратий Федорович Рылеев, Гончаров, Владимир Галактионович Короленко. Назовите, пожалуйста, имя достаточно знаменитого поэта-декабриста, поэта-романтика и его поэму, которую он написал на основе якутского фольклора. Пестель. Пестель. Давайте сверимся. Это Бестужев-Марлинский, и поэма называется «Саотырь». Вот так. Сложный вопрос, действительно. Так, команда Вита, вопрос для вас. Внимание на экран. Плоды этого дерева вырастают прямо на стволе из отвратительно пахнущих цветов, которые опылены мухами. А напиток из семян мы пьем с удовольствием. Ваш ответ. Миндаль, может быть. Вы удивитесь. Давайте сверимся, правильно это или нет. Это дерево какао. Хороший вопрос. Так, команда «Эндорфин». Девушки, внимание на экран. Вопрос для вас. Назовите, с какой страной самая большая протяженная граница Российской Федерации? Казахстан? Сразу вот, да. Казахстан. Ну, принимается ответ. Давайте сверимся, так это или нет. Самая большая протяженная граница с Российской Федерацией у страны Казахстан. Так, у вас есть одно очко и внимание на экран. Команда «Вита». Какой памятник стоит в центре Трафальгарской площади? Ну, я думаю, что это в Англии, да? Еще раз. В Англии, да? В Англии. Давайте сверимся с учителем английского языка из 29-й школы. Так это или нет? В центре Трафальгарской площади стоит памятник адмиралу Нельсону. Так, у нас одно очко пока только у девушек. Команда «Эндорфин». Последний вопрос для вас, девушки. Внимание на экран. Какой падеж существительных никогда не употребляется с предлогом? Сколько падежей вообще в русском языке? Восемь. Восемь? Не восемь. Шесть. 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 Дательный, да? В якутском? Восемь. Именительный, дательный, дательный. Именительный. Да? Дательный? Дательный, да? Падежный. Ну, давайте сверимся у Марии Лукиной. Никогда не употребляется с предлогом именительный падеж. А, именительный. Самый первый падеж. Потому что никак не меняется. Да, никак не меняется, поэтому. Так, и последний вопрос для команды ВИТа. Внимание на экран. Чтобы защититься от гуннов и других кочевых северных племен, было построено могучее оборонительное сооружение. Как называлось это сооружение? Вопрос из курса истории. Легкий вопрос, да, Лена? Ты как историк? А в начале с... Это пишется, если что. Так, есть уже вариант ответа. Александр, Мария, Екатерина, что вы думаете? Великая китайская стена. Великая китайская стена. Давайте сверимся с Нюрбиной Степановой. Это сооружение называлось Великая китайская стена. Абсолютно верно. Ну, получается так, что и Эндерфин, и ВИТа сегодня в нашей мини-викторине по школьной программе заработала по одному очку. Что я говорила в самом начале? Тогда получается... Получается, что нужно будет кинуть кубик. У кого цифра будет старше, тот, собственно, начинает игру. Первыми становятся командой красных. Девушки, кто у вас капитан, кидайте кубик. Там Галена. И Мария. Ну и так, получается, что девушки становятся командой красных. Присаживайтесь на красный диванчик. А Екатерина, Мария и Александр теперь команда синих. Садитесь на синий диванчик. Теперь давайте посмотрим, как с вопросами школьной программы справились наши горожане. Сколько камер в человеческом сердце? Два. Не знаю. Десять? Шесть. Шесть, семь. Два. Две, по-моему. Либо две, либо четыре. Четыре. Четырех камер. Самая высокая гора в мире? Чечер, бурон. Эверест. 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 Это. Название, по-моему, Джамалуна называлось. Эверест. Как отмечается кальций в таблице Менделеева? Си и А. Си и А. Ну, Си и А. Си и А. Си и А. С. А сколько будет восемь на девять? Где-то восемь. Черт, ты поменялся, что ты? Зря я на это согласился. Восемь на девять. Байзу. Пятьдесят шесть. Пятьдесят семь. Семь и девять. Пятьдесят три. Восемьдесят четыре. Семьдесят восемь. Эй, семьдесят два. Девять на девять восемьдесят один. Минус девять. Семьдесят два. Восемь на девять у нас. Семьдесят два. Семьдесят два. Семьдесят два. Как звали ревизора в одноименной комедии Гоголя? Ревизор. Вообще не помню. Вот честно, не помню. А давайте не буду отвечать на этот вопрос. Слушай, хороший вопрос. Стыдно. Филфак, елки-палки. Не помню. Лучше нас не снимают. Хлистаков, по мнению. Да, Хлистаков, да? Хлистаков. Итак, выбор сделан, и мы начинаем. Команда красных кидает кубик первый, и таким образом определим, какое задание ей попадется, и сколько шагов она сделает в случае успеха. Так, я хочу напомнить, если вам кубик покажет цифру 6, в этом случае свой вопрос будут задавать самые младшие эксперты нашей программы, воспитанники детского сада «Цветик-семицветик» и первоклассники средней школы номер 29 города Якутска. Это же участь вас будет ждать. И в том случае, если в конце нашей игры у вас ходов осталось меньше, чем на выпавшем кубике, то игроки выполняют два задания. Нужно будет выполнить пантомимы, это последняя клетка нашего поля, и, соответственно, ответить опять же на музыкальный видео-вопрос наших младших экспертов. Начинаем? В любом случае, каждому, на каждый ответ вам дается по 45 секунд. Дальше. Команды красных, пожалуйста. Амгалена кидает кубик. Пять. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Амгалена, вам нужно будет рисовать. Фишку вы пока не двигайте. Подходите к нам, выбирайте абсолютно любую карточку, которая вам понравится. Смотрите на желтый фон, ребята, мне показывайте. Вот. Это нужно нарисовать. Угу. Хорошо. Говорить нельзя. Ага. По команде нашего таймера. Время пошло. Торт, машина. Машина. Водитель. Грузовик. Человек, водитель. Грузовая машина. Автобус. Что это? Такси. Двадцать секунд. Аварийка. Дорога. Что это? Абус. Колеса. А в трое время. Время. Амгалена? Аквирена, какой отец? Уроки вождение. На самом деле, сложное словосочетание, да, и как его показать, но Амгалена хорошо все рисовала. Угу. Выводите все. А, двое, да. Знак можно поставить у ученика. А, ученик. Ученик, да. Да, да. Ну, я хотела, но это же подсказка будет. Так, ваша фишка стоит на месте. Команда Вита продолжает игру. Мария. Подождите. Аня, тоже урок рисования. Мария, подходите к нам, тоже выбирайте любую карточку, которая вам понравится. Смотрим на рисунок и на синий фон. Вот. Можно нарисовать это. Удильник. Так, по команде нашего таймера. Время пошло. Я напоминаю, что команду нужно указать правильное словосочетание со всеми предлогами и окончаниями. Вау. Мария хорошо рисует. Так, есть варианты Александра, Екатерина? Метроном. Нет. Моя от них. Говорить нельзя. Время движется. А, часы на стене. Часы маятниковые. Правильное словосочетание нужно сказать. Пять секунд. Маятниковые часы. Время. 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 Но вы рядом были, Александр. Часы с маятником. С маятником. Ну, я напоминаю, да, Мария, присаживайтесь, что словосочетание, фразу нужно сказать точно. Кидайте кубик, кто кидает. Виктория. Один. Рисовать. Тоже рисовать. Время пошло. Прилагательное, существительное, да? Это можно было нарисовать. А, ну да. Ваза. Ваза правильно или нет? Ваза. Ваза. Следующее слово. Овальное. Другое. Что с вазой? Что-то с вазой, да? Ваза с водой? Нет. Рисуй один. Нарисовать. Ага, понятно. Следующее слово, Вика. Угол. Что? В пять секунд. Итак, ваза с чем? Время. Ответ. Керамическая ваза. Как нарисовать? Вот она указывает же на материал, что с чего сделать. Ну да, сложно. Команда Вита продолжает. Ваза там будет. Ваза там будет. Александр кидает кубик. Давайте шестерку. Заказываем шестерку. В этом случае тогда вам споют дети. Два. Говорите. И вам нужно говорить время. Заводим. Машину. Чем? Ключ. Ключом. Что заводим? Машину. Заводим. Ключом заводим машину. Значит, это что? Заводить машину. Заводим машину. Нет. Заводим чем? Заводим машину. Заводим машину. Машину. Ключом машину. Ключи относятся к чему? К механизму. Включи. Другое слово какое-то скажи. Отношение тем, чем заводим к средству передвижения? Заводим? Машину заводим машину. Чем? Ключом. Александр, вы усложнили, по-моему, задачу. В итоге-то правильный ответ какой? Ключи от машины. Ключи от машины. Присаживайтесь на синий диванчик. Слишком не двигается. Девушки, продолжаем. Давайте пожелаем удачи. Три. Пантомия. Время пошло. Ты девочек? Одеваешься? Фигура? Красивая шляпа? Нет. Кепка? Шляпа? Шляпа? Женская шляпа. По-другому? Дамская шляпа. Говорите. Нет, Виктор. По-другому нельзя поговорить. Дама шляпы. Дама шляп. Еще. Дама шляпа, дама... Она сказала же до этого. Дамская шляпа. Женская шляпа. Да, женская шляпа. Шляпка. А, это тоже, да. Шляпка. Вы еще говорили, поэтому... Нет, нет. А-а-а. Да. Команда Вита. Видите, у нас все очень строго. Три. Тоже самое. Пантомия. Пантомия. Пантомия, Екатерина. Поехали. Страх, боязнь, самолет. Летать. Боязнь летать. Страх высоты. Страх полета. А-а-а. 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 Это верно. Мария, вы угадали. Супер. Ну, торжественно двигайтесь в свою синюю фишку. Синюю фишку. Так, сколько? Три. Три. Да. Раз, два, три. Наконец-то ход сделан. Девушки, команда Эндорфин, давайте теперь за вами. Нужно тоже сделать ход. Шесть. Я ждала, наконец-то шестерка. И вам свой вопрос задают первоклассники средней школы номер 29, задают свой музыкальный вопрос. Я хочу отметить, что дети сейчас будут петь на английском языке, который они не знают. Им всего по 7-8 лет. Песня играет исключительно в их наушниках, и вы будете слышать живой звук. И по этому живому звуку вам нужно будет угадать, что за известная песня на английском языке звучит. Ваш ответ? Какой? Можете спеть. Да. А можно, можете напеть. Айнблут. Айнблут, так и называется. Давайте сверимся. Айнблут. У нашего певца из 29-й школы какая же песня была на самом деле? Айнблут. 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 Абсолютно верно. Девочки супер. Выстраивались заданием. Сразу шесть. Торжественно двигайте свою фишку на шесть шагов вперед. Хорошее было задание. Спасибо, мальчику. Пять и шесть. Супер. Молодцы. Ну, команда Вита. Может быть, вам тоже шестерка сейчас попадется? Вит. А, четыре. Раз, два, три. Рисовать. Время. Если не видно, можно подойти. Бутылка с соской. Стакан с бутылочкой. Екатерина, вам видно, да? Напитки. Посуды с трубкой. Нет. Посуды для питья. Детские. Детская посуда. Детские продукты питания. Пять секунд. Давайте. Ваш ответ. Детские соки. Детская жидкость. Детская жидкость? Нет. Детское питание. Детское питание. Время уже, да. Время. Но ответ. Рядом. Детская еда. Еда. Ну, детская жидкость. А можно просить, это что вы нарисовали? Печенечко. А, пустышка. А, пустышка. Пустышка, точно. То есть, там сразу после этого рисунка сказали, детская еда. Не, Мария очень хорошо нарисовала, но угадать непросто. Три, раз, два. Пантомима. Время. Одно слово. Гол. Гол. Футбол. Все. Гол был. Гол был. Двигайте фишку. Три шага вперед. Гол футбол. Раз. Два. И три. Молодцы. Так, Вита нужно догадять. Александр. Сразу шестерка. Да, сразу надо шесть и вырваться. И угадать. Шесть. Да вы мастер просто по киданию. Кубика. Так, ну вы напойте. Может быть. Напойте. Мы поймем. О чем речь. То же самое будет в теле. Сзвание команды. Быээппи, да. Не понятно. Принимаем ответ. Бони Энг Ринб. Давайте ваш ответ. Бони Энг. Это Бони Энг. Давайте сверимся, эта песня или нет. Это кто? Мы не знаем. Это мистер президент. Ваша фишка стоит на месте. Девушки, продолжаем игру. Девушки, продолжаем. Девушки, продолжаем. Так, нужно уже предложить свой вариант. Время у вас из них. Я не знаю. На отгадывание. Спели так же? Варианта нет. Нет. Ну давайте узнаем, что за песня была. Гориллась. Вообще это мы. А ты не. Гориллась. 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 Ну артист же хорошо исполнил гориллась. Ваша фишка стоит на месте. Вита продолжает игру. Шанс. Только не шестерка. Теперь все боимся шестерки. Три. Раз, два, три. Фантомима. Время. Очки. Все? Понадобилась одна сила. Молодцы. Молодец. Раз, два, три. Три. Супер. Вы приближаетесь. Девушки. Давайте шестерку. Четыре. Раз, два, три, четыре. Говорите. Внимание, время. Из двух слов. Новый год. День рождения. Праздник. Шумный. Веселый праздник. Веселый праздник. Супер. Десять секунд. Двигайте вперед. Раз, два, три, четыре. Супер. Молодцы. Команда Вита. Мария. Шестерки. Круто, круто. Вы знаете уже, да, что вас ждет. Я знаю. Духаст. Рамштайн. Кто это поет? Рамштайн. Рамштайн. Духаст. Ну, давайте уточним, так это или нет. Нужно же свериться. А вот там Галена угадала. Прямо с первых же аккордов, с первых же слов. Ребята, двигайте фишку на шесть шагов вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вы догнали. Мария хорошо так показала. Мы рядом. Ну, девушки, у вас есть шанс. Тышат в спину. Вырваться. Но имейте в виду, что если сейчас кубик покажет цифру больше, чем вам осталось шагов, вам нужно будет выполнить два задания. Опять же, угадать песню от наших малышей и пантомима. Поэтому... Челова. Два. О, это было пророческо. Так, подходите к нам, совпадеем. Смотрим. Время. Лежишь, спишь, сидишь, жарко, на гамаке, на кресле, на... Загар. Лежак. Отдыхаю. Отдых. О, нет. Сидишь, лежишь. Это то, что ли? Кресло, массажное кресло. Я что ли? Бассейн, округ. Лежак. Лежишь. Нет. Скамейка. Дехватка, гамать. Девять секунд. На кону победа. Пять секунд. Зага... А, зага... Фу, стоп. Саживайся. О, я так и спереживалась. Вы, мои девушки, так рядом. Ответ. Лежак и... Шезлон. 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 Другое слово, да. Вот чуть-чуть. Команда синих. У вас есть большие, прямо громадные шансы выиграть в этой игре. Чувствую, я снижаю. Шесть. А-а-а-а. Ну, шесть. Значит, в этом случае вы угадываете песню от наших малышей и плюс пантомима. Плюс пантомима. Время. Четыре слова. Сильный. Сильный. Великан. Горилла. Говорить нельзя. Горилла. Нет. Воин. Воин. Охотник. Мух. Сердце. Копьё. Стрела. Цель. Цель. Дротик. Дротики, да. Чемпион по метанию дротиков. Ким Деметик. Как это называется? Спортсмен. Блин. Как у нас было, когда мы ходили? Спортсмен. Спортсмен. Десять секунд. Блин, был бы тот день. Спортсмен. По метанию. Ким Деметик. Человек. Забыла это слово. Человек. Первое слово, да. Нет. Три, два, один. Попьёте. Погидание дротиков. Чемпион. Да, Мария забыла это слово. Да, слово забыла. Этот круг где-то. Все время, Александр. Какой правильно это было? Чемпион. Чемпион мира по дартс. Вот как раз по дартс. У нас было, я забыла слово. Рядом, ваша фишка стоит на месте. И девушки, у вас есть шанс выиграть в этой игре. Но я хочу опять же напомнить, что если будет выпадет больше, чем два, значит два задания ваше. Два задания. Но давайте вначале пантомимой. С пантомимой разберемся. Время. Коробка. Вода. Самовар. Бочка. Самовар. Виктория, вы молодец. Вы угадали. Присаживайтесь, Ангарина, на диванчик. У вас есть уже очко в уме. И теперь второе задание. Внимание на экран. В голове крутится, но я ни слова не знаю. Ну, к сожалению. Так, давайте вас послушаем. Что за песня была? Вы сразу угадали. I'm scared. Да. 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 Абсолютно точно. Давайте узнаем правильно. Сверимся. 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 Ну, конечно. Ну, во всяком случае, мы с Александром сразу угадали. Это, наверное, песня из нашего поколения, да? Катя. Ваш ход. Кидайте пузырь. Давай. Четыре. Четыре. Три. Три. Раз. А ну и все. Да, вас ждет только фантомика. А не выигрывайте, Катерина. Время. Шляпа, расческа. Коса. Майор, только беретка. Как она? Фуражка. Без козырка. Морской пехотистик. Каким день? Берет? Нет. Как-то. Джинсы? Нет. Парусинка. Парусинка. Брезент. Давай, ка-да-да-да. Парус, мачта. Три. Два. Один. О-о-о-о. Матрос. 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 Матрос, да. Мы занюха. А вам бездать вы гадали, да? Да, потому что Екатерина показывала ленточки. Сразу она показала ленточки. Так, Каролина, кидайте. Презент. Нужно вам два. Чтобы детские песни слушать. Так, ну давайте фантомима. Время. Холодно. Прохладно. Холодно. Замешно. Прохладно. Холодно. Смотрит взгляд. Смотрит взгляд. Холодный взгляд. Да. Еее. Супер. Десять секунд и угадает. Так, присаживайтесь на диванчик и послушаем песню. Теперь от наших малышейстей. Десять секунд и угадает. Десять секунд и угадает. Подсказка, видимо. Подсказка, видимо. Да, давайте. Давайте узнаем, как песня называется и правильно ли напели наши девушки. Любим. Ну, правильно напели, да? Будем считать, что мы правильно пели. Соответственно, торжественно, все втроё, вы можете двигать свою красную фишку, и вы стали победителями этой игры. Ура! Амгалена, Виктория и Каролина, супер, здорово, присаживайтесь, девушки, мы вас поздравляем. Скажите, пожалуйста, какое задание было наиболее сложным для вас, и наоборот, какое было самое простое? Задание школьное. Школьное, да, школьная программа. Легко было? Нет, наоборот, сложно. Сложное было школьное и детские песни, да? Песни детские. А легко? Пантомима. Пантомима, рисовать. И говорить. И говорить. Все задания, которые указаны на нашем поле, все были лёгкими для вас, да? Ребята, вот для вас что было самым сложным? Да, в школе и задания. Для нас пантомима, наверное. Мне кажется, песни больше на английском. Песни на английском. Да, дети немножко спутали карты, смутили немножко. Зависит от того, как точно поёт ребёнок. Да. Передаёт, да. А самые лёгкие? Ну, это говорить и показывать. Ага. И рисовать. Легко, но угадывать сложно. Ну, Мария, вы очень хорошо рисуете. Я думаю, что если бы мы были бы вместе в одной команде, наверное, бы я поугадала бы все ваши рисунки. Спасибо. Так, огромное спасибо вам за участие в нашей программе. А нашим победительницам мы дарим сертификат в цветочный магазин «Якутиан Флауэрс». Вы можете себя порадовать. Ура! Держите. Это ваш. Спасибо. На команду. Огромное спасибо вам, друзья, за участие в нашем телешоу «Телеактивно». А вы, дорогие телезрители, тоже можете сыграть в нашем шоу и стать его участниками. «Телеактивно» — это веселая, азартная игра, в которой вы развиваете все коммуникативные навыки при помощи жестов, мимики, обогащаете свой словарный запас, а также демонстрируете свое умение рисовать. Если вы азартный, веселый, любите играть, учитесь в школе или уже работаете, собирайте свою команду и бегите к нам в студию. Мы вас с нетерпением ждем. Также все заявки принимаем на нашу электронную почту «Телеактивно собачка.мейл.ру». Пока. Пока-пока. Музыка. 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 Редактор субтитров А.Семкин